Друзья, всем привет! Вы на канале InvestFuture, с вами Кира Юхтенко, и сегодня у нас с вами такая немножко не книжная рубрика, потому что мы разбираем нашумевший фильм «Аферист из Тиндер». Это очень поучительная история, с одной стороны про любовь, но если копнуть немножко глубже, то это, конечно, история про финансовые пирамиды и человеческую психологию, и мне кажется очень важным в нашей воскресной рубрике этот фильм с вами обсудить. Итак, свайп вправо ценой в десятки тысяч долларов. Это история о том, как девушки искали любовь в Тиндере, столкнулись с мошенником. Фильм, кстати, документальный, то есть такое случается на самом деле. О чем фильм? Смотрите, он основан на расследовании норвежского издания Verdans Gang и в основе история трех европейских девушек. Они при помощи Тиндера, популярного приложения, познакомились с сыном алмазного короля. Потом все было красиво, там свидания в шикарных ресторанах, полеты бизнес-джетом на выходные в другую страну, какие-то роскошные подарки. Но конец у этой истории совсем не сказочный. Если не любите спойлеры и планируете посмотреть фильм, то тогда советую поставить ролик на паузу, сначала посмотреть, потом уже вернуться к нему, потому что спойлеры, ну, конечно, будут. Ну, а я продолжу. Главный герой, Саймон Леваев, выглядит как молодой богач. У него в Тиндере много фото в частных самолетах, дорогих машинах. Он говорил, что работает генеральным директором алмаза, добывающей компании LLD Diamond. Ну, простой поиск в интернете показывал. Бизнес принадлежит алмазному королю Леву Леваеву. Это миллиардер, у него множество активов, в том числе в России и Израиле. И вот Саймон всё продумал, он представлялся сыном этого человека. А магнат потом официально опроверг, что это как бы вообще не его родственник. Но давайте перейдём к конкретным историям обмана девушек. Вот одна из героинь, Сесилия, рассказывала, как после знакомства Леваев пригласил её на свидание в дорогом ресторане. На встречу он был таким обаятельным, интересным, и потом сразу предложил слетать в Болгарию на бизнес-джете. Сесилия решила, живём один раз, и полетела. Леваев продолжил за девушкой ухаживать, делал ей подарки, говорил, что проводит с ней всё свободное время, там признавался в любви, как всегда, и предложил жить вместе в Лондоне. В итоге девушка стала искать роскошные апартаменты. Как говорится, я уеду жить в Лондон. Всё было отлично до того, как раздался ночной звонок. Саймон прислал фото из скорой. Там в кадре был раненый телохранитель, якобы он защитил босса от каких-то злодеев. И теперь он не мог использовать свои счета и попросил воздубленную о помощи. Она дала ему свою кредитку, счёт был за несколько дней опустошён. Она брала займы в других банках, пока не начала получать отказы. После этого Леваев эффективно оформил девушку свою компанию, указал зарплату для оформления займов. И в совокупности она задолжала 250 тысяч долларов. Мошенник её уверял, что трудности скоро закончатся. Потом выписал чек на 500 тысяч долларов, который, правда, ни один банк не принял, потому что это была подделка. Ну и в отчаянии девушка призналась, что брала кредитки не для себя и рассказала представителям банка всю историю. В банке посмотрели на фото вот этого миллионера и сказали, девушка, ну вы как бы не первая жертва мошенника, который работает по одной и той же схеме со всеми своими жертвами. И представьте себе, что, конечно, в этот момент чувствует девушка, которая была так увлечена и которая пошла на такие жертвы ради своего прекрасного алмазного принца. Дальше началась поимка, но в полиции Сесилии не помогли. Тогда она пошла к журналистам, передала им все фото, переписки. Журналисты выяснили реальную биографию молодого человека. Выяснилось, что мужчину звали Шимон Хают. Он родился в Израиле, в семье Равина. У него большое криминальное прошлое. В 2011-м его заподозрили в подделке чеков, объявили в розыск. Он уехал из страны, он не общался со своими родственниками. В 2015-м году на два года он попал в финскую тюрьму за мошенничество, потому что израильтянин обманул несколько девушек. Потом его депортировали на родину, но он снова бежал в Европу и там уже взял имя Саймон Ливаев. И вот, знакомясь в интернете, Ливаев построил, по сути, классическую финансовую пирамиду. Но вот только частными инвесторами, которые платили за него, становились девушки. Они путешествовали, получали подарки просто за счет других подруг Саймона. Эксперты полагают, что мужчина получил от своих жертв более 10 миллионов долларов, работая по всей Европе. И при этом это очень сложно расследовать, потому что пострадавшие-то не очень охотно обращаются в полицию. Им стыдно признаться, что их обманул возлюбленный. Конечно, это очень сильно бьет по самооценке, по всяким другим моментам. И поэтому, сколько на самом деле было жертв, никто не знает. Как это все работает с точки зрения психологии? Но, к сожалению, образование, интеллект, богатый опыт, вот это все не спасает от аферистов. Об этом говорят, например, психологи из Кембриджского университета. Там исследования показывают, что мошенники часто используют полезные черты людей. Например, доверие к авторитету, ответственность, сочувствие, последовательность. Вот это все помогает склонить человека к необходимому поведению в нужный момент. И, кроме того, Леваев играл, конечно, на сокровенных желаниях девушек, чтобы притупить их способность просто рационально мыслить. Потому что низкий самоконтроль жертв – это, по сути, главный пособник всех аферистов. Начиная от карточных шулеров и заканчивая вот такими вот некрасивыми людьми. Потом выяснилось, что Казанова работал по одной и той же схеме. И вот во время расследования журналисты узнали, что кредитки Сесилии покупали билеты на самолет для еще одной возлюбленной Саймона, девушки Пернилы Шохольм из Швеции. Ее нашли через социальные сети. Девушка все еще была в переписке с Саймоном, одолжила ему уже 50 тысяч долларов. И вот именно она помогла выяснить местонахождение Леваева и сделала фото. На встрече он передал ей свои дорогие часы для оплаты долга, которые, конечно же, были поддельными. А вот после выхода публикации с журналистами связалась еще одна девушка Айлин из Нидерландов. Она провела с Саймоном больше года, и она уже планировала свадьбу. Из расследований она узнала, что Леваев рассылал жертвам одинаковые сообщения. И там просто все совпадало. Кадры вот с этим раненым телохранителем, ежедневные послания, признание в любви. Айлин к этому моменту отдала бойфренду уже 140 тысяч долларов. Ну и в итоге журналисты сыграли свою роль, выполнили свою, по сути, основную функцию. Вот эта статья помешала мошеннику обрабатывать новых жертв. Леваев Хают остался без денег, сменил апартаменты на хостел, рестораны дорогие на дешевый фастфуд. Но он все еще рассылал девушкам жалостливые сообщения, фотографировал свои вот эти вот ужасные условия жизни. На самом деле очередная как раз вот невеста, да, Айлин сдала его местонахождение, она все рассказала. Мужчину задержали в итоге, да, выдворили в Израиль за поделку документов. И вот в фильме девушка призналась, что она продала брендовые вещи на ebay. И это стало небольшой расплатой, которая полностью все-таки не покрыла ее долги, но немножко компенсировала. На родине Хаюта обязали выплатить 48 тысяч долларов штрафа, приговорили к 15 месяцам колонии. Конечно, он вышел досрочно по программе, которая как раз-таки призвана была остановить вспышку ковида. И на свободе Саймон официально сменил имя, но, кстати, не профессию. Он продолжил фоткаться с машинами, самолетами в Инстаграме, знакомиться в Тиндере. Называл себя бизнес-консультантом, экспертом по недвижимости. Отрицал обвинения в мошенничестве. Но после выхода фильма Netflix, Тиндер пожизненно забанил юношу. Очень интересно, что Леваеву предложили сняться в документалке, но он отказался. А после выхода картины написал в Инстаграм. Неважно, что люди думают о тебе, всегда продолжай петь свою собственную песню. Кроме того, Леваев пообещал рассказать свою версию истории, но так этого и не сделал. Инстаграм-аккаунт SimonLewaEvOfficial сейчас вот недоступен. СМИ пишут, что мужчина хочет стать героем голливудского романтического шоу. Кроме того, он планирует запустить подкаст о свиданиях и написать книгу. Интересно, что европейские власти до сих пор не предъявляли обвинения Леваеву. Точное число жертв, еще раз скажу, неизвестно. Три героини фильма, сейчас они объединились, они собирают деньги, чтобы погасить кредиты и долги, которые наделали из-за этого прекрасного юноши. Но вообще его перерождение, все, что было после тюрьмы, это очень напоминает историю Джордана Белфорта, главного героя фильма «Волкс Уолл-стрит», где человек тоже, по сути, совершал финансовые махинации, правда, немножко другого рода, но исход-то примерно такой же. Совершал махинации, попал в тюрьму, вышел оттуда, и вот Джордан Белфорд сейчас работает тоже бизнес-коучем, тренером по продажам, потому что, ну действительно, кто лучше, чем Джордан Белфорд, да, вспомните вот эту сцену с Ди Каприо, продаст ручку. Ну, мне кажется, что вот господину Леваеву-то тоже нужно двигаться по этому пути, и просто работать коучем по пикапу, это будет, мне кажется, шикарно монетизироваться. Еще, кстати, интересно, что когда фильм вышел, многие девушки в социальных сетях стали писать, что они тоже знакомились с эферистом, в частности, вот среди них была наша российская модель Полина Церенкова, она в Мюнхене с ним познакомилась, а правду узнала спустя год, когда поехала с ним в гости к родителям, ну, неизвестно, помогала она бойфренду или нет. Также говорила о свидании с миллиардером, лже-миллиардером девушка Кристина Ржевская, она говорила, что встреча единственная была очень скучной, Саймон вел себя надменно, хвастливая, решила просто не продолжать с ним знакомство, будьте как Кристина, когда к вам приходят мошенники. Фильм в целом, там, конечно, смешанные чувства у зрителей вызывает, у него не самый высокий рейтинг, кто-то девушкам сочувствует, кто-то говорит, что девушки это обычные охотницы за толстым кошельком, ну, якобы, так ему надо, хотели богатого бойфренда, чтобы ничего не делать, сидев, свесив ножки, ну, вот, получили такого Саймона Ливаева. Ну, не знаю, мне кажется, что тут как-то неправильно выносить какие-то выводы, потому что мы никогда не были на месте людей, да, мы не были в чужих ботинках, никогда у каждого какая-то своя дорога, свой путь, свои ошибки, но, конечно, мне кажется, прецедент очень интересный, поучительный, и это очень, на самом деле, классная метафора в целом всех финансовых мошенников, да, потому что Саймон Ливаев бил там по конкретным узким чувствам, таким максимально всем понятным, земным, да, девушка хочет хорошего спутника жизни найти, вот сразу принца, чтобы как бы вот не ждать, когда рейтенант станет генералом, алмазный король, звучит вообще суперски, и, ну, это же так, вот именно так работают все мошеннические схемы, когда нам предлагают какое-то простое и быстрое решение наших ежедневных проблем, и мы такие, о, беру, да, зачем мне какой-то сложный путь, если вот мне тут на блюдечке принесли короткий, пусть даже и с некоторыми рисками, да, пожалуйста, давайте будем как-то внимательнее и вот эту модель перекладывать и на другие ситуации, когда нам в жизни предлагают халяву. Итак, друзья, мы с вами рассмотрели невыдуманную историю, фильм Аферист из Тиндер, пишите, что вы думаете по этому поводу, жалко вам пострадавших или они сами виноваты, может быть, в вашей жизни какие-то подобные ситуации встречались и как вы из них выходили, жду ваших комментариев, потому что, ну, тема такая действительно острая и довольно интересная для обсуждения. Ну, я на этом буду прощаться, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик, в следующее воскресенье у нас будет снова книжная рубрика, не переживайте, она никуда не исчезла, ну, и посмотрите фильм, если еще не видели, к сожалению, разыграть его я пока не могу, ну, просто это как бы непонятно, вот будет NFT, тогда может быть. Спасибо, всем пока и хороших выходных, берегите себя и свои деньги.